Все, да, мы тогда начинаем. Если вы помните, на прошлой лекции мы остановились на одной теореме про локально компактное пространство и грубую структуру на них, а именно про связь понятия ограниченного в грубом смысле множества и его предкомпактности по топологии. Но я предлагаю начать с... Да, 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 вот с определений, с повторения определений. Ну, еще раз вот мы будем рассматривать X как локально компактное. И если я пишу мелко, вы мне, пожалуйста, об этом скажите. Буду писать крупнее. Локально компактное пространство. И вот оно всегда будет, почти всегда, на протяжении сегодняшней лекции, локально компактным и хаусдорфовым. Ну, вот у нас были такие грубые структуры. Хаусдорфовость – это отделимость компактной окрестностей. Ну, вообще, по-хорошему, здесь должны быть все вот эти аксиомы отделимости с первой по четвертой, чтобы было прям совсем нормально. Короче, все отделимо. Да, все хорошо и отделимо. Я надеюсь, вы хоть примерно помните, что такое грубая структура. Но я напомню, что такое собственная грубая структура. Ну, грубая структура называется, собственно, если выполняются два условия. Первое. Существует некоторая контролируемая окрестность диагонали. Ну, или другими словами, некоторая окрестность диагонали принадлежит множеству Е красивой. И второе условие, что любое ограниченное множество является предкомпактным. Ограниченное в грубом смысле. Грубая ограниченность – это что, напомню? Это я сейчас напомню, да. У нас про грубую ограниченность была… Причтежная предкомпактность, по-моему, да? Нет, там было утверждение с четырьмя свойствами. Об их… Утверждение о том, что четыре свойства эквивалентны. И одно из определений грубого множества, что грубая множество – это множество вида Е с индексом П. Где П – это точка из Х. И это множество таких точек Х, что пара точек ХП принадлежит некоторому. Ну, это для некоторого Е из Е красивого. То есть выбирается такое Е из Е красивого, контролируемое множество берется с точка П. И ограниченное множество строится вот так вот. Ну, то есть, да, они тоже лежат в Х. И теперь я предлагаю нарисовать такой геометрический вид ограниченных множеств. Ну, и я, как на прошлой лекции, грубое пространство буду обозначить парой ХЕ. Ну, и если на Х существует собственная грубая структура, то я буду Х, Е красиво обозначать грубым, собственным грубым пространством. И, так как у нас существует некоторая контролируемая окрестность диагонали, можем ее выбрать. и условно нарисовать на матрице. Ну, так что у нас... Ну, вот матрица представляет собой Декартовое произведение Х на Х. Так, схематически. Вот диагональ. И вот некоторые ее окрестности. И вот возьмем где-то нибудь здесь точку П. И тогда вот эти точки, которые будут лежать вот тут вот, будут иметь вид Х, П. Понятно, я вам. Ну, и тогда вот это вот множество, которое будет... Проекцией вот этих вот точек в первой координате будет составлять наше ограниченное множество ЕП. Что про них можно сказать? Что если Е было открыто в Декартовом произведении, мы всегда так можем сделать, чтобы Е было открытым, потому что у нас грубая система грубо контролируемых множеств, она замкнута относительно взятия под множеств, поэтому мы можем всегда выбрать открытый в окрестности о канале. И вот эти вот ограниченные множества для всех точек П тут тоже будут открытыми. Это в целом довольно простой и понятный факт. Только в Х. И если мы выберем все точки из Х, то мы получим некоторое открытое покрытие Х. Это вот мы сейчас будем использовать. Можно вопрос? Я не очень поняла, что такое именно диагональ. Это просто какая-то линия? Диагональ – это точки вида Х, за пятая Х. А, все. А, все, все, поняла. Спасибо. И в прошлый раз мы остановились на таком утверждении. Что-то есть у нас есть. собственное грубое пространство, где Х – это локальная компактная Хуусдорфова. Тогда понятия грубой ограниченности и предкомпактности совпадают. Если ты что-то пишешь, что по независимому включению это не видно. Это не видно? Да, я что-то пишу. Сейчас, я еду и вижу, что все закончилось. Нет, у меня тоже не видно. Сейчас. На куполе яблочной техники. А что тогда видно на трансляции? После утверждения ничего не видно. А, после утверждения ничего не видно. То есть видно, как ты дергаешь мышкой, например. Так, секунду. А. Во. Что это было? Понятия не имею. Тогда понятно. Так, еще раз. Давай утверждение еще разок. Если X – это собственное грубое пространство, тогда его подпространство ограничено. Тогда оно предкомпактно. То есть в собственных грубых пространствах ограниченность – это то же самое, что и предкомпактность. Ну, если у нас X локально компактных узоров. Ну, если X – хорошее. Ну, да. Если X – хорошее и E – красивое, это же хорошее. Тогда ограниченность и предкомпактность – это одно и то же. В одну сторону это просто определение, потому что мы собственной грубой структурой называли такую, где все ограничены, но что предкомпактны. Но нам надо показать это в другую сторону. от доказательства СССР, Состоит в том, что мы можем вот это вот B замостить конечным количеством ограниченных множеств, построенных по той схеме, которую я показывал. Опять же, можно нарисовать х квадрат схематически. И пускай вот здесь снизу будет это B. И вот у нас есть наша контролируемая окрестность диагонали. И мы будем выбирать такие ограниченные множества, чтобы они попадали на B. Сейчас я, наверное, лучше... Поближе нарисуем. Понятна процедура заморочения? Я утверждаю, что B совмещается... Фактически, да? То есть, просто проект собираешь посуду? Да-да-да. И строим конечное покрытие. Ну, обратно, если оно предкомфактно, то, наверное, эксилон-цепь можно взять, да? Так и попробуем, да? Должен присуждение. Ну, с эксилон-цепью сложно, когда у нас нет метрики, но... Ну, да. В эксилон-цепь у меня метрики как-то аналоги будут, да, понятно. Можешь пояснить? Я, кажется, не совсем понял. Да. Еще раз, почему замощается? Что, как? Ну, то есть, мы берем... Что мы делаем конкретно? Мы делаем следующее. У нас есть контролируемая окрестность диагонали. Вот она здесь нарисована. Сейчас вот я уберу здесь все лишнее, потом верну. Вот это, то, что вот нарисовано вот тут, это множество Е из Е красивого. В Е попадают, ну, точнее так, вот если мы возьмем какую-то точку вида P с допитая P, то вместе с вот этой точкой в Е попадет еще некоторая ее окрестность. Открытая. А точка у нас всегда принадлежит грубой структуре. Или сейчас? А, окей, окрест попадет. Ладно, так. Вот это Е – это окрестность диагонали. То есть, любая точка вида P, запятая P принадлежит Е вместе с некоторой окрестностью Vx, Декарта Vx. Понятно? Вот это вот. И идея здесь в том, что если мы возьмем предкомпактное множество V из X, то вот его можно замостить, конечно, количеством открытых множеств. Потому что оно предкомпактное. А открытые множества, которые мы можем замощать, мы можем получать вот так. Мы можем даже брать вот так. Так вот, можем брать… Ну, хорошо, давайте распишу процедуру попонятнее. Будем брать любые точки из B. И для каждой точки будем строить открытые множества вот такого типа. Где Е – это окрестность диагонали. Ну, проекты такие. Да, да, да. Каждая Е с индексом П открыта. Тогда… Сейчас. Объединение их всех даст покрытие B с чертой. Черта что обозначает? Замыкание. Замыкание. Ну, где B с чертой, да, это сбор у нас. Алексей отвалился. Ну ладно. Без чертой замкнут и компактно, потому что B предкомпактно. Поэтому из этого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие. Давайте. Спасибо с личным. Понятно, да, что происходит? И таким образом мы покрыли конечным числом ограниченных множеств предкомпактное множество b. А дальше осталось проделать простое упражнение, доказать, что если у двух ограниченных множеств, два ограниченных множества пересекаются, у них есть какая-то общая точка, то их объединение тоже будет ограничено множеством. Я могу даже в качестве упражнения оставить, это довольно просто. Это надо вспомнить ту лему о четырех эквивалентных определениях ограниченного множества. А нам понятно, что EP управляемые? EP неуправляемые, потому что они лежат в х. Управляемое вот такое множество. Оно почему управляемое? Оно управляемое, потому что EP ограничено. Во-первых, оно управляемое вот поэтому. Потому что у нас управляемость сохраняется при взятии подножеств. Ну и также управляемость сохраняется при взятии конечного количества объединений. Поэтому управляемое еще вот такое множество. Ну и дальше, так как у нас количество множеств, которое мы покрыли B, оно конечное. Можно взять их объединение. И оно тоже будет управляемое и тоже будет ограничено. Это я могу в качестве упражнения оставить. Подписывайтесь. если в пересечении есть . то объединение тоже ограничено ну и соответственно получаем что у нас b лежит внутри ограниченного множества ну и значит тоже само является ограниченным вот доказательства есть вопросы будем будем считать что ладно в любом случае запись и мои заметки останутся если что можно будет пересмотреть вот ну и собственно все это то на чем мы остановились в прошлый раз в этот раз я бы хотел поговорить про корону хиггсона а для этого нам надо ввести понятие компактификации к 1 минутам так сейчас видно что я пишу отлично вот замкнутая компактное множество x чертой называется компактификации множество x если выполняются две вещи сейчас черночка обозначает незамыкание компактификацию но x будет ну точнее а какая разница суть остается тем же точнее той же вот но собственно да если у нас у нас из чертой должен быть компактно сам по себе и x должен входить в их чертой как открытое плотное подножество тогда их чертой будет называться компактификации множество x и сопутствующие определение здесь эта граница компактификации это те точки которые у нас добавились с чертой без x ну как легко понять граница замкнута и компактно может быть если если x сам по себе компактен то она будет пустой и вот здесь можно вспомнить звездочкой алгебры на которых я рассказывал две лекции назад и вспомнить от лица и с звездочкой алгебры помогут вам дадут отличный инструмент построения компактификации и один из вариантов можно написать прямо сейчас что это пример если мы возьмем алгебру c0 от x то у нас есть способ добавить алгебру единиц 0 от x это непрерывные функции с носителем обращающиеся в ноль на бесконечности у нас x у нас x локально компактно поэтому есть смысл говорить об обращении в ноль на бесконечности то есть у меня компактный носитель или все таки нет 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 компактный носитель обозначается через индекс c у ц0 носитель не компактный но функции на бесконечности обращаются в ноль то есть ну типа у вас есть для каждого епсилон можете взять какую-то окрестность в x так что вне этой окрестности функция будет меньше чем епсилон что-нибудь такое а если вы помните как и но и есть естественно у алгебры c0 единицы нет что единица не обращается 0 бесконечности но единицу можно добавить и рассмотреть алгебру c0 от x штрих которая будет состоять из функции вида лямбда где fc0 а лямбда это комплексное число но если так совсем грубо мы делаем функции которые обращаются прям в лямбда бесконечности и у такой алгебры есть единица понятное дело и по теореме гельфанда наймарка это алгебра функции на некотором компактном пространстве пространстве ну и как легко понять что каждое каждая функция на x чертой задается своим носителем на x поэтому x входит плотно в x с чертой поэтому x чертой будет компатификации x более того одноточечный я имею ввиду что x чертой это одноточечная компатификация x я взял x взял c0 от x и добавил единицу добавил единицу это пространство непрерывной функции на какой-то другом компакте ну на каком-то компакте ну и у нас есть вложение c0 от x в c от x чертой есть вот и это вложение индуцирует вложение x в x чертой потому что что мы сделали топологически мы их их добавили одну точку и в этой точке функция равна лямбда вот мы но по сути мы добавили точку которой есть как бесконечность сказали что на бесконечности функция равна лямбда и рассматриваем функции которые на x стремятся к лямбда вот что вот такая вот такой функциональный способ построить одноточечную компатификацию вот и дальше собственно речь пойдет некоторым универсальным способом построения компатификации да 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 это это был пример это не не универсальный способ построения компатификации просто как один из возможных сейчас нам понадобится лемма которая в каком-то смысле покажется очень искусственной но будет очень полезной вот снова рассмотрим собственное грубое пространство и пускай у нас есть компатификации тогда верно следующее контролируемое множество будет собственным вот здесь есть некоторая проблема с определениями потому что собственная структура это не структура содержащая в себе собственное множество наверное некоторые минус данной теории между собственное множество и некоторое другое определение сейчас напомню вот контролируемое множество будет собственно тогда и только тогда когда его замыкание в x с чертой x с чертой содержит только точки следующего вида точнее не так не так даже 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 сейчас вот так сделаем я изъезд чертой уберу x декартова на x и я хочу чтобы остались только пары из границы понятно что я здесь имею ввиду я имею ввиду что не бывает точек таких может такое 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 быть быть может но тогда мы потеряем собственность за ну да только точки обе обе с границ да 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 на точнее Yes мы в замыкание добавляем точки но понятно что в замыкание сидит еще само E net но чтобы ес замкнуть нам нужны только точки из границы Yes АЕ называется собственным… Сейчас просто напомню определение. Продолжение следует. Помните такую конструкцию с прошлой лекции? Контролируемое множество называется собственным, если по вот такой процедуре оно переводит предкомпактное множество в предкомпактное. И вот это свойство, оно связано с тем, что в замыкании мы добавляем только точки с границ. Так, я сейчас немножко уберу. Ну, давайте в одну сторону. Мы и в ту, и в другую сторону докажем от противного. Сначала пускай у нас точка Омега и Х попала в замыкание. Причем, если у нас обе точки из Х, то это никаких проблем не доставляет. Проблемы доставляют именно где одна из границ, другая не из границы. И если мы рассмотрим теперь множество Е с индексом Х, которая что-то то же самое, что множество Е в скобочках Х, то вот такое множество предкомпактным не будет. Но при том, что сама точка была предкомпактным множеством, понятное дело. Почему она не будет предкомпактным? Ну, потому что, чтобы его замкнуть в Х чертой, нам нужна точка Омега. Понятно, да? Поэтому, ну и отсюда, естественно, следует, что само множество Е в Х чертой не замкнуто. Но если оно в Х чертой не замкнуто, значит, оно в Х чертой не компактно, а значит, оно и не было компактным в Х. Ну отсюда следует, что просто Е не собственное. Может, просто объединение? Да. Ну, да, мы взяли предкомпактную точку и поняли, что вот по некоторой вот такой описанной сверху процедуре, я не знаю, как там, какая правильная проекция, не проекция. Ну, можно, да, называть проекцией, что вот она проецируется, она не предкомпакт. Ну и в обратную сторону. Продолжение следует... Ну, здесь идея та же самая, что если у нас проекция Е на К не является предкомпактным, тогда для того, чтобы проекцию Е на К замкнуть в Х с чертой, нам понадобится точка из границы. в Х с чертой. При этом само замыкание К полностью лежит в Х. Значит, мы сможем найти пару омега-Х в замыкании Е. Ну, можно рассмотреть такое множество Е с индексом К сверху, так обозначить. Это вот такие пары Х, И, И из Е, что И из К. тогда понятно, что оно лежит в Е, и что проекции совпадают. Ну, и эту штуку можно замкнуть. И тогда понятно, что найдется некоторая точка... Омега-П с Е, что омега из границы, А, П из К с чертой, которая лежит в Х. И вот эта вот лемма понадобится нам для построения так называемой... топологической группой структуры, ассоциированной с данной компактификацией. Для этого рассмотрим теорему. Опять у нас будет локально компактное пространство и блок-компактификация. И следующие три утверждения будут эквивалентными. Первое, это примерно то, о чем я говорил. Некоторое замыкание, точнее, замыкание некоторого подножества Декартового произведения... Рефразирую. 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 Для построения топологической грубой структуры мы будем рассматривать только такие контролируемые множества, которые замыкаются на диагонали. В замыкании можно найти только точки из диагонали границы. Есть две омеги одинаковые. И это то же самое, что сказать, что множество Е собственное. Собственно, и такое утверждение. Для любой сети точек х-лябда, у-лябда в Е, если х-лябда сходится к омега из границы, то у-лябда тоже сходится к омега. И аналогичное утверждение номер три. Е собственное. И для любой точки из границы и любой окрестности этой точки… Слушайте, а стремление у нас в каком смысле сейчас принимается? Что? Стрелочка что значит? Декс-лябда стремится к омега. Это что значит? Это последовательно сходится в топологическом смысле к точке омега. Угу. Сейчас его напишу, а потом поясню. Третье условие, оно такое немножко запутанное. Третье условие, оно такое. Истверждение, что Е при пересечении с некоторым множеством дает пустое. Вот эта конструкция, она немного техническая, она просто позволяет некоторые свойства доказывать проще. Основная идея такая, да, что мы рассматриваем только контролируемые множества, которые замыкаются на диагонали. И вот если мы возьмем все такие Е, которые удовлетворяют этим трем множествам, мы получим некоторую собственную грубую структуру на х. То есть, да, мы сейчас покажем, что эти три условия эквивалентны, а дальше еще построим контролируемые окрестности диагонали. То есть ты сейчас что делаешь? Ты сейчас строишь некую грубую, новую, грубую структуру, да? Да, 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 которая ассоциирована с компактификацией. А мы говорим здесь, что диагональ это будет границей, да? Не, мы здесь говорим, что, чтобы замкнуть Е, нам нужны точки из диагонали границы. Ну, это такое, по-моему, вполне естественное утверждение, да, что, чтобы что-то замкнуть, надо добавить только предельные точки. А предельные точки – это как бы граница. Вот так, если по-простому, да? Правильно, Саша, говорил? Ну, и вот эти вот предельные точки будут как бы на диагонали. Не где-то еще. А как вы думаете, что они будут именно на диагонали? Просто я не знаю, я не понимаю, почему диагонали. А это определение, это не утверждение. Утверждение стоит в том, что вот три данных свойства эквивалентны. А, все, ладно, хорошо. Все, поняла, все, спасибо. Но, используя предыдущую лему, очевидно, что из первого следует второе. Лему надо использовать для доказательства того, что Е собственно. А дальше, если мы добавляем только точки с диагонали, то, естественно, в последовательности будут сходиться только к ним. Потому что больше ничего нету. Потому что больше ничего нету, да, нельзя к чему-то другому сходиться. Так, у меня здесь осталось, осталось полчаса. Ну, ладно, у нас не очень жесткий тайм, но. Следующий семинар на связи за аудиторией УПИ. Ладно. Давайте покажем, что из второго следует третье. Хоть я сейчас покажу, что эта штука будет грубой структурой, и уже будет нормально. Ну, здесь от противного. Пусть три неверно. То есть найдется такая точка из границы. и ее некоторая окрестность. Их с чертой, что для любого подножества этой окрестности... Здесь можно U с индексом лямбда, чтобы мы дальше потом сеть построили. Вот так как у нас из третьего условия множество не пусто, значит, найдется там некоторая точка. Лямбда из E пересечется у Декартова на X без V. И здесь что надо понять? Что если X лямбда сходится к Омега, потому что у нас X лямбда из U из U лямбда. А U лямбда – это окрестности Омеги. Которые вот, они сужаются, поэтому последовательность X лямбда сходится к Омегам. Но Y принадлежат X без V. И вот это множество не содержит Омега. Ну и получаем противоречие, что Y лямбда не может сходить с Комега. Ну и примерно такие же утверждения нужны для того, чтобы показать, что из 3 из следует 1. Ну, здесь опять пусть будет точка Омега' штрих из E с чертой без X на X. Тогда, так как E собственно Омега-Омега-Омега-Штрих обязательно принадлежит и картовому произведению DX на DX. И если Омега не есть Омега-Штрих, то тогда существуют непересекающиеся окрестности этих точек, так как у нас X удовлетворяет аксиомы делимости. Омега-Штрих И тогда для любого подложества у окрестности Омеги точка Омега-Штрих лежит в на V-штрих. И тогда E обязана пересекаться с множеством штрих, которое лежит на X без V. Потому что окрестности не пересекаются, поэтому если мы из X уберем одно, окрестность с ним останется вторая. А это противоречит условию 3. В-штрих 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 пользоваться этими эквивалентными определениями, чтобы показать, что все множество, которые им удовлетворяют, составляют грубую структуру. В-штрих 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 от пункта легко понять, что можно использовать утверждение 1, чтобы показать, что E замкнут относительно взятия обратного объединения и пересечений. Взятие обратного когда вы просто в-е точки переставляете. В-штрих в-штрих Продолжение следует... Ну, то есть, если у вас в замыкании есть только точки с диагонали, то тогда, если вы объедините два таких множества, то в замыкании опять остаются только точки с диагонали. Если вы поменяете точки местами, то на диагонали это никак не повлияет. Ну и так далее. Дальше можно использовать два, чтобы показать, что мы еще можем брать композиции. Кстати, тут небольшой вопрос. Ты говорил, что идея является некой структурой алгебраической. То ли группой, то ли еще что-то такое. Это правда или мне показано? Нет, 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 нет. Я говорил про взятие обратного. Тут была... А вот, ну, субтит, просто обратный есть, композиция есть? Нет, нет, но там как? Обратный, у тебя же подножиеся до картового произведения, и там было типа взятие обратного, что ты берешь в парах точки, местами меняешь. И там композиция, ну, во-первых, непонятно, что такое единица. Во-вторых, композиция с обратным не даст тебе эту единицу. Ну ладно, хорошо, понял, извиняюсь. Но тут нет никакой групповой структуры. Ну и здесь композиции мы просто берем как первую точку и третью. Если вы помните, как композиции строятся. Ну и здесь пускай x лямбда, y лямбда из e штрих. y лямбда, z лямбда из e2 штриха. И тогда, если x лямбда сходится к омега, то все будет следовать, что y лямбда сходится к омега. Но если y лямбда сходится к омега, то отсюда будет следовать, что z лямбда сходится к омега. Вот, а точки вида x, z будут из композиции. Ну и отсюда будет следовать, что e тоже из e красивого. Давайте теперь поймем, что у нас еще есть окрестность диагонали. Для того, чтобы построить окрестность диагонали, нам понадобятся две функции. И f и g, которые будут из x чертой декартованы x чертой в положительные числа. Это были две непрерывные функции. Такие, что f обращается в ноль на диагонали. g обращается в ноль на бесконечности. В таком вот аналоге бесконечности. То есть на x чертой декартованы dx объединиться dx декартованы x с чертой. То есть у нас f обращается в ноль на границы множества, а g обращается в ноль на бесконечности. Или я опять что-то не поняла. Не, f обращается в ноль на диагонали? Ну да, но мы же сказали, что у нас эти точки… Не-не-не, на диагонали x с чертой декартованы x с чертой. То есть на всей диагонали. Не только на диагонали границ. А, вау, хорошо, спасибо. А g обращается в ноль на бесконечности. И мы рассмотрим такое множество e с парточек xy, что f от xy меньше, чем g от xy. Тогда понятно, что e открыто и задержит диагонали. Зачем мы там берем объединение? Или это бесконечность, мы так показываем? Ну да, это типа такая бесконечность. Ну, нам просто вот именно вот это объединение понадобится, чтобы доказать, что вот это вот e, которое я вот здесь вот писал снизу, удовлетворяет свой сту-2. Понятно, почему множество e содержит диагональ? Ну, оно вложено, да? Вадим, b. Нет, я взял функции с положительными действительными значениями. А функция f на диагонали равна нулю. Ну да, 0 точно меньше, чем... Вот, да. А g равно нулю на диагонали. Точнее, g равно нулю на бесконечности. А f равно нулю на диагонали. Там меньше либо равно не надо поставить? Нет, не надо. Потому что e должно быть открытым. И если в e попадет диагональ границы, точнее, в e не попадет диагональ границы, и это нормально. вот, но попадет вся внутренность диагональ, потому что e должно быть открыто. Ну и, соответственно, поэтому там знак меньше, не меньше, либо равно, но тогда оно было бы сам. То есть, отделенные, но функции g отделены от нулю на диагонали. Ну да, да, да. А мы берем ровно то множество, где f от x, y меньше, чем g от x, y. Да, вот все такие точки, для которых выполняется неравенство, мы все берем e, да. А, ну тогда получается, что мы точно возьмем диагональ. Да, да, да. Потому что диагональ, она же внутри бесконечность. Ну, мы же здесь должны показать, что вот наша грубая структура будет собственной. А чтобы она была собственной, в ней должна быть окрестность диагонали. Вот. Поэтому, да, в e должна попасть диагональ. Ну, а дальше надо показать, что e удовлетворяет вот тем свойствам из теоремы. Из теоремы, где три эквивалентных утверждения. Вот. И мы воспользуемся вторым свойством. Пусть у нас есть некоторая сеть в e, и x лямбда сошелся к точке с границы. И так как у нас g обращается в ноль на диагональ, точнее, g обращается в ноль на бесконечности, и g непрерывно, то g от x лямбда и грек лямбда сойдется к нулю. А так как у нас были только точки из e, то есть f меньше, чем g, и они обе больше ноля, отсюда будет следовать, что f тоже сойдется к нулю. Ну, а если у нас f сошлась к нулю, тогда, значит, мы сходимся к точке на диагонали, потому что f право на нулю на диагонали. Спасибо. Спасибо. понятно но там еще было свойство что каждое граничное множество должно быть компактным но это следует из того что мы брали только собственный и дать покажем что гиппы предкомпакт так как любая есть я собственная и множество точка п язык она предкомпактна вот а значит множество я спроекцированная на точку п тоже предкомпактно но все ограниченные множество имеет такой вид поэтому они все предкомпактно а значит у нас есть это собственно грубая структура можно еще раз поговорить какие у нас множество грубую структуру образуют да для секунды сейчас понятно что мы что-то доказали еще раз что доказывали собственно грубая собственно грубая структура это грубая структура удовлетворяющая этому свойствам первое что у нас ходит то есть какие множества у нас в то что мы построили в то что мы построили входят такие множество е что их замыкание в x с чертой строится только точками из диагонали границы вот я сейчас даже вот верну вот эти вот три свойства вот мы берем такие такие что когда мы их замыкаем мы добавляем только точки вида омега запятая омега вот это условие первое автоматически дает что е собственно как грубая собственно подножество для картового произведения то есть проекция предкомпакта предкомпакт это следует из леммы который мы доказали ранее ну дальше для упрощения доказательств теорем мы даем два эквивалентных утверждения 2 3 и доказываем что если мы возьмем все такие множество е удовлетворяющие вот этим вот трем свойствам то они все вместе будут образовывать собственно грубую структуру потому что система множество удовлетворяющим этим свойствам замкнута относительно конечных объединений взять их обратного взятие подножество и взятие композиции первые три следует из первого свойства четвертое следует из старого ну и дальше мы доказываем что найдется некоторая окрестность диагонали удовлетворяющая этим этим свойствам и значит мы получили собственно грубую структуру которая называется топологической грубой структуры ассоциированной с компактификацией x чертами да не успел я сегодня дайте до короны хикстана долго до короны до самой короны очень близко то есть буквально пять минут определение можно дать просто будет фактор обычный компонент по обычной компактификации нет мы построим определенного вида цеса звездочка логебра которая будет создачка логебра с единицей вот и хикстана Ну, сначала определим на функциях такую деривацию. Да, я понимаю, что тебе нравится это слово. Здесь даже будет аналог правил Лебенц. Так, я заинтригован. Пусть f – комплексно-значная ограниченная непрерывная функция. Пределим функцию df, когда она будет из декартового произведения в комплексные числах. И df от x, y будет равно f от x минус f от y. И мы будем говорить, что f – это функция Хиггсона. Если df принадлежит c0 от e для любого контролируемого множества. Да, нам нужна некоторая грубая структура. Ну, идея построения компактификации Хиггсона в том, что мы берем грубое пространство и идем в некоторую обратную сторону. Вот мы до этого в теореме строили грубую структуру от компактификации, а конструкция Хиггсона позволит сделать наоборот. От грубой структуры построить компактификацию. И вот мы взяли грубое пространство. На грубом пространстве определили множество функций Хиггсона. Это на самом деле cc со звездочкой алгебры. То есть она вот так обозначается. c с индекса h от x. Это алгебра функций Хиггсона. А мы не можем сказать, что вот у нас вот эта операция df от x, y – это какое-нибудь расстояние между значениями этих функций? Да, в точках. Но с расстоянием сложно. Здесь главное, что df от единицы – это ноль. А почему? Ну, потому что если у вас функция константа, то df будет равно нулю, поэтому… df от двойки тоже будет, конечно, равно нулю. Ну, понятно. Если вы не понимаете, то если мы возьмем в качестве х дискретное пространство, то тут можно чуть-чуть подкрутить, и получится определение разности производства. Правильно я понимаю? Наверное. Ну, это выходит за рамки оставшихся пяти минут. Ну, хорошо. Тут я просто пытаюсь написать аналог этого самого правила Лебница, чтобы понять, что произведение двух функций Хиггсона – тоже функция Хиггсона. Вот просто оно нужно для доказательства. возможно, ввиду отсутствия времени, доказательства того, что алгебра функций Хиггсона – это c светочка алгебры. Это можно оставить в качестве упражнения. А инвалидуусы как сопряжения обычно? Да, сопряжения, конечно. Комплексно-знащитные функции. Ну, и утверждение состоит в том, что CH от х – это c со звездочкой алгебры с единицей. Ну, это легко поверить. Ну, что единицы есть – это легко поверить, да. Нет, потому что это c светочка алгебры. Ну, да. Ну, а раз у нас есть алгебра функций с единицей, то по теореме Гельфанда она соответствует непрерывно функции на каком-то компактном пространстве. То есть мы берем х, мы берем непрерывную функцию какую-то фиксированную. Мы берем не просто х, мы берем х, запятая е, красивая. Да, мы берем х с грубой структуры, берем функцию Хиггсона, ну, некую функцию такую, что что-то выполняется. И получаем… Сейчас, а дальше что? А, все функции Хиггсона – это c со звездочкой алгебры, поэтому они соответствуют функции на каком-то там компакте. Да. И этот компакт называется компактификацией. Да. А фактор этого компакта почему будет называться короной Хиггсона? По Ху. По Ху, да. И чем он так хорош? Это функтор. Это функтор. Это функтор из грубых пространств в компактифицированные пространства. Слушай, а когда самая компактификация Хиггсоновская будет с обычной совпадать? Или так не бывает? Или так бывает? Она не то, что совпадает с обычной. Если уже есть компактификация, то рождественное отображение Хиггса в себя будет продолжаться до непрерывного отображения из данной компактификации к компактификации Хиггсона. Здесь просто дальше есть некоторый набор полезных утверждений про компактификацию Хиггсона. Ну, понятно. Ну, слушай, я так понимаю, еще одну лекцию, да, будешь рассказывать? Ну, наверное, стоит, да. Да, но она, возможно, будет уже не совсем полуторачасовая. Может, я за час справлюсь, но я не уверен. Но да, я бы доказал некоторое утверждение здесь про корону Хиггсона. Ну, именно конкретно тут надо понять, что то, что я уже успел рассказать про корону Хиггсона, это верно только для собственных грубых пространств. Но сама корона сама по себе определяется для любых грубых пространств. Потому что мы можем дать определение сходимости к нулю на бесконечности для грубого пространства, не зная ничего про локальную компактность. Потому что у нас же есть ограниченные множества. Если функция меньше эпсилон вне ограниченного множества, то она стремится к нулю на бесконечности. У меня такой еще вопрос, может быть, глупый, может, наивный. Если я взял два множества Х, они грубо эквивалентны. Короны Хиггсона у них будут грубые? Это гомеоморфные. А, гомеоморфные даже. Гомеоморфные, конечно. Хорошо. То есть короны Хиггсона, по крайней мере, инвариант для… Это инвариант, да. Это инвариант раз, функтор два, да. Хорошо. Ну, то есть вот у нас второй, получается, вариант для группы эквивалентности. Конечно, непростой, но… А как понять здесь инвариант, что он сохраняет? Я вот сейчас не понимаю… Что он себе содержит? Хороший вопрос. Не, ну что он сохраняет? Ну вот что он себе такого содержит, что вот инвариант. Я не поняла… Не, ну как, это некоторое компактное пространство. Ну, то есть так, что у вас есть два грубо эквивалентных пространства. У них короны Хиггсона к гомеоморфные. Это можно даже смотреть не как пространство, а как алгебру функций. Потому что… То есть мы теперь смотрим на то, что у нас сохраняет… Ой, нет, сейчас я вообще ничего не поняла. Просто у нас, получается, есть вот две короны, и они гомеоморфны. Но… А, и у нас, получается, сохраняются свойства, которые сохраняются при гомеоморфности, так? И да. Я вот запуталась. Ну вот, допустим, то, что открытое, там переходит в открытое, там количество связанных каких-то компонент. Вот это сохраняется. Но это сохраняется именно для короны, да? То есть мы выбираем какое-то пространство, строим на нем вот операцию, определяем корону, и потом для нее определяем вот этот гомеоморфизм, который… Ну, для корон будут гомеоморфизмы, да, а для грубых пространств будут грубые эквивалентности. То есть вопрос, в общем, как мы, зная корону, мы… То есть зачем нам корона нужна? То есть какую информацию мы можем посчитать? Какую информацию посчитать, зная корону? То есть может еще тут возникает такая мысль, что раз уж мы, кстати говоря, вот мы же компактифицируем при помощи функций, да, посчитать фактор там одних функций по другим функциям, какая-то размерность должна получаться, может конечна, может бесконечна, или так не делается. Не, ну тут я не особо-то знаю. Ну, хорошо, ладно. Тогда, в общем, видео надо, видео запрос на следующий раз, помимо всяких доказательств, попробуйте немножечко объяснить, по-моему, как этим воспользоваться можно в дорогном хозяйстве. Да, Виктор, я понимаю, ваш вопрос. Хорошо. Значит, да, у нас вопрос про надуги. Ладно, да, еще вопросы есть, друзья мои? Можно спросить, где можно почитать процесс со звездочкой алгебры? Я же вроде скидывал в чате книжку. Там было... Нет, там этот самый... Вам нормально на английском читать? Мне нормально. Ну вот, тогда идите в чате к грубой геометрии в Телеграме, там лежит книжка «Дик семье. Процессы звездочкой алгебры». Это где-то в начале было или в середине? Это было... Это было 23 февраля. А, все, нашла. Вот, и там самое-самое начало. То есть, если открыть содержание... Да, все, я уже увидела. Вот примерно до 34-й страницы. Вот где-то там. То есть, то, что я успел рассказать, это где-то до 10-й страницы. Потому что вот две лекции назад было. Вот, но там еще много чего полезного про некоммутативные цезы звездочкой алгебры. Про вот сам главный морфизм вот Гельфанда и еще двух товарищей. Я вот всегда забываю их фамилии. Собственно, конструкция функционального анализа на цезы звездочкой алгебры. И понятие положительных элементов на цезы звездочкой алгебры, с которых можно брать на всякие корни. Вот, а это такой некоторый джентельменский набор вот этой всей науки. Спасибо. Лёша, Алексей, Тагир, у вас есть какие-то вопросы, комментарии, предложения могут быть? Нет. Ну, у меня, по крайней мере. Нет. Ладно, спасибо. Ну, тогда я запись остановлю. Ну, и да, наверное, так в следующий раз.